И снова всем welcome! Это снова я. Сегодня речь у нас пойдет про магазины Home Center. Или по-японски Home Center. Данный магазин объединяет в себе несколько типов магазинов. Такие как садовый магазин. Это все для сада, саженцы, вот рассада, как мы видим. Далее это садовая техника. Это разные мотоблоки, лопаты, какие-то грабли, что-то еще. Потом магазин стройматериалов, где вы можете купить для своего дома или огорода кирпичи, доски, какие-нибудь пластиковые панели или деревянные панели, что тоже очень удобно. И также в нем есть магазин медицины, магазин косметики, магазин хостоваров. Например, это типа сковородки, моющие средства для душа, душевые, сифоны, туалеты и все такое. Также в нем есть мебель. Это магазин мебели. В нем есть также товары для DIY, то бишь, сделай своими руками. В переводе DIY это do it yourself. Если сравнивать его с российскими аналогами, то я в России не встречал таких магазинов, которые бы объединяли столько много типов товаров, чтобы можно было прийти в один магазин и купить все. В Японии этих магазинов несколько брендов. Например, вот это Keio, Ditsu. Есть еще Homes. В самом Токио, конечно, вы их не найдете. В самом Токио места не так много, поэтому таких больших магазинов особо нет. Но если вы чуть-чуть отъедете от Токио, например, может быть километров 15-20, то там будет очень много таких магазинов. На примере данный магазин находится в районе Тама. Он находится прямо, как вы видите, в городской черте. Не надо никуда за город особо выезжать. Здесь, кстати, станция рядом. Станция называется вот так. Потом, если кому интересно, можете заехать глянуть. Но есть и другие магазины, может быть, даже ближе к вам. Поэтому я расскажу на примере данного магазина и покажу, что в нем есть. И как он может быть полезен. Ну, например, у вас есть свой сад, сад-огород или какой-либо приусадебный участок. Ну, как и дача, на примере, да. У нас в России есть дачи. Здесь в Японии их нет, но есть небольшие сады, которые могут быть использованы японцами для выращивания томатов, еще каких-то там вещей для употребления в пищу. Также цветочки. Ну, кто как, кто что покупает. Ну, конкретно у меня, например, у меня у дома нету такой территории, где я бы мог высаживать. Но у нас есть балкон, мы на балконе садим много очень разных цветочков. В частности, у меня жена этим занимается. Ей нравятся вот циккуленты и такие небольшие вот кусты. Вот как вот здесь продаются, типа розы. Очень компактно, не занимает много места. Прямо в горшечке так ставишь, и отлично все растет. Не надо никакие большие территории, чтобы выращивать данные цветы. Также здесь есть земля. Вот, как вы видите, там очень много разных земли для рассады и для саженцев. Ну что, начнем отсюда. Видите, да, здесь есть цветы, есть цитрусы разные, каштаны. И, следовательно, вот здесь можете прям сразу купить цены. Видите сами, они недорогие. Примерно за один саженец 400 рублей где-то так, наверное, 500 рублей где-то выходит. Мы себе брали небольшой кустик такой. Это вот мандарины здесь, апельсины, мандарины. А мы брали такой вот, знаете, коломанси, он называется. Очень популярен в странах Азии. Маленькие такие вот, типа, мандаринов. Вот что-то типа такого. Их там несколько штук растет на одном. И они такие кислые, их для соуса очень хорошо использовать. В этом году у нас их, кстати, много будет на кусте. Вот как здесь много очень цветов. И мы можем вам показать, как они выглядят вживую. То есть, ну вот на данном примере вы видите вот такой куст. И вот такие вот зелененькие появляются фрукты. В этой стороне все находится для рассады и для всяких саженцев. И многие люди вот тоже приходят сюда покупать горшки. Но горшки я бы не стал здесь покупать, потому что дороговатых. Вот и керамика. Да, это керамические горшки. По мне так лучше пластиковые горшки. Они выглядят так же, как керамика, но стоят гораздо дешевле. Но есть и вот такие горшки, как бы антуражно так выглядят. Но они такие легкие. Это не глиняные. Мне кажется, это какой-то материал, типа пористого такого материала, из которого делают блоки строительные. Ну и вот здесь пластиковые горшки. Как видно, вот они стоят намного дешевле. А выглядят примерно так же, как и керамические. Ну тут уже на ваш выбор. Также здесь есть оборудование для теплиц, для разных саженцев, для деревьев. То есть им можно выбрать все, что угодно. Конечно, для студента или того, кто только приехал в Японию, данная информация будет не очень полезна. Потому что вряд ли у вас будет даже свой дом. И рядом с домом какая-то территория для выращивания, рассада, еще чего-то. Но некоторые покупают вот такие небольшие кустики. То же самое, какой-нибудь вот красивый. Ставит у себя там на балконе или там перед окном. И вполне нормально можно влюбоваться цветением. И кислород сразу будет вырабатываться, что очень хорошо. Поэтому, ну возможно, кому-то будет полезно. Ну что ж, пойдем дальше, посмотрим, что же здесь есть. Вот для сада также есть вот такие вот фигурки. Фигурки, овечки, грибы, совы или филин. Это керамика, насколько я понял, да? Да. Керамические. Хорошо выглядят. Трава разная. Если вы любитель выращивать. Здесь, кстати, можно себе взять даже траву там. Петрушку, укроп. Можно прям в саженцах взять. Или базилик. Что очень удобно, потому что в магазинах он стоит бешеных денег. Ну, для примера, один куст базилика стоит примерно 200 йен. А в магазине стоит за пачку, за пучок 200 йен. Ну вот, смотрите, интересные растения. Я таких цветов не видел. Рекаму захису. Не знаю, такой не слышал ни разу. Ладно, пойдем дальше, что у нас здесь есть. Вот, как я уже говорил, тут уже есть земля для рассада. Если вы там пересаживаете или что-то делаете, очень удобно. Также есть декоративные камни в упаковках уже. То есть, если вам нужно где-нибудь при усядемном участке сделать себе какой-то красивый ландшафтный дизайн, пожалуйста, вот вы берете вот такой мешок или он поменьше. Разных цветов, разных размеров выбираете. И удобно очень. Не надо ничего там где-то ездить по стройплощадкам, искать какие-то камни. Здесь все уже вот сделали, подготовили для вас. И стоит оно, кстати, не очень дорого. Вот если брать такой вот мешок, 10 килограммов камней, стоит примерно где-то 200-300 рублей. Что достаточно недорого по японским меркам. Как я говорил, здесь также есть магазин стройматериалов. Здесь продаются и плитка, вот видно. Для дома. Дальше блоки, там кирпичи разные. Вот, видите, там, да? Кирпичные блоки. Пойдем посмотрим. Ну да, вот кирпичи. Да-да-да. Этот набирает. Ну, я так понял, что это все для таких небольших каких-то вещей. Для ус в саду, если вы хотите себе выложить что-то там сделать интересное, то вот вы можете здесь купить сколько вам нужно штук и красиво построить какую-либо конструкцию. Что очень удобно. Данные материалы, данные стройматериалы не сделаны для того, чтобы дом из них строили. Это просто декоративные материалы здесь находятся. Поэтому не нужно думать, что вы здесь приехали и купили себе стройматериал для строительства дома. Нет. Для строительства дома есть отдельный магазин. Там все для строительства дома. И там материалов гораздо больше, чем здесь. Здесь чисто декоративные материалы. Вот. Но какие-либо небольшие строения, типа камина или что-то еще, или беседку, что-нибудь такое, фонтанчик красивый сделать из. Вы можете, я думаю, не проблема. Также здесь есть подъезды, или как они тут называются, для автомобилей. Если у вас высокий бордюр перед домом, и вам нужно заезжать на этот бордюр, вот, пожалуйста, покупайте здесь пластиковые, либо вот прорезиненные эти подкаты, как бы так называются, наверное, да. И можно спокойно заезжать, не боясь, что вы там будете постоянно гнуть себе диск. Также лестницы есть разные, разных размеров, разных типов. ДСП, или тут ДВП, или даже фанера. Да, это фанера как тонкая, так и более толстые листы. Вот ДСП есть. Просто можно взять лист, сколько вам надо, вот выбирайте. Есть такого плана, есть такого. Ну, то есть разные размеры, разные типы и толщина. Здесь же также, по-моему, можно, насколько я знаю, порезать. То есть вот на них, видите, нанесены эти полосы, да. Их могут вам прям по этим, ну, в некоторых местах, даже вам разрезать их могут. Я насчет этого места не знаю. Возможно, здесь сделать себе поменьше или побольше. Но в плане того, что есть такая услуга, я точно знаю. Да, также здесь можно купить строительные леса. Если вы там у себя затеяли какой-то ремонт или стройку, или еще что-то. Хотите там обновить стену, или краску, или крышу там себе сделать. И вам нужно вот строительные леса. Здесь также можно все это купить. Либо можно арендовать другой фирме. Есть фирмы, специально арендуют, ну, дают в аренду эти вещи. Ну, и вот здесь разные зажимы. Трубы разных размеров. Данные трубы некоторые покупают для того, чтобы сделать там вокруг дерева какую-то ограду небольшую. Чтобы вот дерево сделать более компактным. То есть его обрезают по этой, по вот специальным размерам. Но тут уже как бы от вас зависит. Кстати, сверху висят зеркала. Это для домов, которые находятся в очень близком расстоянии с дорогой. И чтобы вам было удобнее выезжать и за угол смотреть удобнее было. Вот вам зеркало можно повесить на угол. И тогда вы при выезде можете смотреть в зеркало. И если кто-то идет там или едет, то вы будете знать. Это очень удобно. Брус даже есть. Если вам нужно где-то из бруса что-то сделать. Или вот доски разных размеров. Есть вот поменьше, побольше. Вагонка есть. Вот такого плана. Следовательно, вы уже можете себе спокойно здесь выбрать. На примере, если вы себе беседку строите, пожалуйста, вот можно себе из материалов из этих построить спокойно беседку. И также есть блоки бетонные. Ну, как бетонные. Они могут быть бетонные, может это пенобетонные. А, хрен знает, я же не строитель. Я особо не разбираюсь в типах этих блоков. Поэтому, если у вас есть познание, напишите в комментариях, что это за тип блок. Кстати, но они очень тяжелые. Я его еле поднимаю одной рукой. Я думаю, килограммов сколько он? Ну, блин, 10. Это 8-10 он весит примерно, этот блок. С тяжелые. А есть легкие блоки? Прям, как вам сказать? Ну, блин, не эти. Это точно. Ой, эти еще тяжелее. Где-то я здесь видел, полегче блоки были. А, ну, ну, что-то типа таких вот. Чуть легче. Ну, как вы видите, разные размеры, разные дизайны, цвета. Цены вот примерно такие. Ну, за серые обычные блоки цена небольшая, где-то 200 йен. 217 за штуку. За цветные подороже. Где-то 400 йен за штуку вместе с налогом. Следовательно, это где-то на рубли 250 рублей. Где-то так. Ну, может быть, чуть больше. В зависимости от курса сейчас. Я не знаю. Тут всякие плиты и грузы для определенных конструкций. Вот в России я, кстати, ну, редко находил такие грузы, чтобы вот привязать что-то там. Если у вас какой-то тент или что-то еще, которое очень легко и от ветра может улететь. Вот данные грузы очень полезны. Можно прям прикрепить, вон привязать и все. А он у тебя никуда не улетит. Также некоторые люди используют данные вот грузы либо вот данные блоки для установки на велопарковки. Если у вас нету, например, боковой подножки, чтобы поставить велосипед. У дорожных велосипедов, у многих, у спортивных, нету боковой подножки. Надо отдельно покупать. И вот чтобы вам поставить велосипед ровно, некоторые покупают такие стационарные для стоянки крепления для велосипеда. То есть вставляешь переднее колесо туда, как на парковке, и велосипед стоит прямо. И вот чтобы данная конструкция во время сильного ветра не падала на бок, то ее утяжеляют вот такими вот блоками, либо такими, либо вот такими какими-нибудь брусками. И тогда все точно никуда не улетит. Кстати, здесь также есть вот типа таких сараев, уже готовые варианты. Кстати, в России я таких не встречал. Я не знаю, может быть сейчас есть, но когда я был там особо таких шкафов, сараев, я не видел. Типа шкаф-купе. Стоит, правда, немного дороговато, 100 тысяч за какую-то будку, да? Это где-то в рублях, ну 60-70 тысяч рублей, наверное, на текущий момент. Но зато удобно. Ты купил, поставил себе куда-нибудь на огород это. Весь инструмент, все, что у тебя ценно, ты туда сложил и все. И ты не паришься, что у тебя его кто-то свистнет. Ну или так вообще просто от дождя спрятать. Это очень удобно. Но они, конечно, все фирменные. Видите, какая-то инаба. Я хрен знает. Я таких вообще фирм не знаю, поэтому ничего не могу сказать. Ладно, пойдем дальше. Пойдем дальше, посмотрим, что же там внутри магазина. Мы все-таки еще не зашли даже внутрь. Как вы видите, очень много разных вещей здесь продаются, поэтому есть о чем рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok